Сергея Шубенкова Сема Накрада действительно заслуженная, особенно если взглянуть на итоги прошедшего сезона. Кстати, Шубенков сейчас претендует на звание лучшего спортсмена Европы. Территорию Тегерекского заповедника планируют расширить, сообщает Политсибру. На днях там состоялось совещание с участием краевых и муниципальных властей. Кстати, проект расширения уже получил одобрение местных жителей в Куринском районе. Речь идет о приграничной зоне между рекой Инячерышский район и государственной границей. Все документы сейчас находятся на рассмотрении в правительстве Российской Федерации. Рукодельницы Номкограда начинают готовиться к популярному конкурсу «Чудо рук женских». На этой экспозиции, которая проводится уже не впервые, обычно представлены всевозможные виды женского рукоделия. Участвовать могут как школьники и студенты, так и домохозяйки, пенсионеры, учителя, воспитатели детских садов, работницы предприятий, общественные организации и другие. Возрастных ограничений нет. Рукодельные работы начнут принимать с 7 по 18 ноября с 10 до 16 часов в выставочном зале Бийского краеведческого музея. А тем временем в Сростках открылась выставка уникальных предметов из частной коллекции поклонницы Василия Шукшина, пишут корреспонденты «Комсомольской правды Барнаул». Преподаватель из Москвы Елена Лимарь всю жизнь интересовалась творчеством писателя и режиссера, а после его смерти ухаживала за могилой, но при этом так и не познакомилась с ним лично. Всю жизнь она собирала рассказы Василия Макаровича, книги, вырезки о нем. Сейчас в коллекции Елены более 2000 предметов, которые каждый желающий может увидеть в Сростках на родине Шукшина. Пять жителей Барнаула пройдут кастинг на шоу «Танцы» на ТНТ. Своё танцевальное мастерство покажут Фаина Ребел, Влад Егоров, Андрей Корячкин, Антон Маликов и Рената Хажмульдинова. В частности, Влад Егоров намерен удивить членов жюри своим исполнением хип-хопа. Фаина Ребел покажет настоящий поппинг. Примечательно, что девушка научилась этому стилю самостоятельно, сообщают журналисты московского комсомольца на Алтае.